Параллельно с антибиотиком часто назначают интержермину, линекс, еще там какие-то есть. Можно ли какую-то траву это заменить? Нет. Здесь не то, что... Это не то. Нет. Это, понимаете, как есть хороший вопрос в случае, хороший вопрос. Состояние дисбактериоза, чтобы предотвратиться, или как бы бомбардировку печени, как мы говорим, да, интоксикацию печени, чтобы не было единой токсикемии, пост, скажем, лечения этого. Поэтому, если такие травы... Ну, я вам хочу сказать, что, конечно, нежелательно заменять, скажем, пробиотики. Пробиотики очень нужны. А вот пребиотик, потому что пробиотик, мы знаем с вами, о чем мы говорим, да, это лактобифидобактерии, но для того, чтобы они у нас прижились в организме, которые без того испытывают потрясения в этот момент, нужен что? Некий слой. То есть полисахаридный слой, на котором очень хорошо приживаются, да, скажем, наши симбиоты, наши флоры. Но для этого еще и с патогенами надо побороться. А вот есть такие растения, вот такие, допустим, как исландский мох. Исландский мох – великолепное растение, которое может быть антибиотиком, в известном смысле, содержит гусниновую кислоту. Одновременно, значит, видите, как говорится с патогенами. Одновременно, может быть, преобиотиком, потому что муга полисахариды, которая слизь, так называемая, чудная совершенно, которая продуцирует, скажем, содержит, вернее, в себе уже непосредственно это растение, является как раз вот этим питательным слоем для дружественной нам флоры, для того, чтобы бифидолактобактерии очень замечательно прижились. И если мы с вами только видим, ребенок или взрослый заболевают, инфицированы, скажем, да, и что все уже, репликация вируса началась, все уже в клетку возбудитель попал, уже все на полный ход уйдет, включите антибиотику, содержащую траву, скажем, одновременно с противовирусными препаратами, а их великое множество, которое уже врач назначает, скажем, непосредственно, да, значит, включите траву и антибиотика, содержащую, вот эти антибиотики как раз не подействуют очень плохо, они посодействуют тому, чтобы быстрее, скажем, манифестация закончилась, чтобы репликацию остановить вируса, чтобы интервенция закончилась, прерывать этот патологический процесс, и тогда мы с вами можем быть уверенными, что все будет хорошо, вот мы собираем, как раз вот здесь, такие замечательные травы, которые являются, видите, как мы немножко грешим, когда говорим слово антибиотика, антибиотика это вообще дословно против жизни, да, против, антибиоз, то есть против жизни, но мы понимаем, о чем мы говорим, то есть это как бы заменитель антибиотика, его действие работать именно с патогенами, то есть «б�я в них». Да, бухи. Вот, ка. Миссия». Нет. «Эмиссия» нормально. Вот даже тракон нормально кипятить, отварить, когда нужно ее отваривать. Но термос – это мертвая симусольта. Но вот исключения из правил бывают и здесь. Потому что именно для мха термос, когда мы завариваем в термосе, и какое-то время оставляем его открыт. Вы поняли, да? Немножко совершенно. Потом. Закрываем. Это вечером. Утром уже у нас настой готов. И вот эту абсолютную горечь, которая совершенно пить невозможно для очень маленьких деток, она уже удобоварима. То есть он уже, скажем, готов к употреблению. И вот эта слизь такая, очень такая серьезная слизь, она работает с патогенной слизью, растворяет патогенную слизь. Она встречает, делает продуктивную кашель. То есть очень хорошо. И работает, видите, как мука полисахариды, как премиотик и как антибиотик.